начнем да и так два проекта тудор центра алматы это это мои 15 вершин и 20 жемчужину латал на самом деле это все то же все тоже продолжение все тоже продолжение разумного разумного подхода к своей удар активности то о чем я всегда говорю то к чему мы с вами стремимся это постепенно постепенный подход от простого к сложному который должен быть везде вот так же в наших походах в принципе это же касается и проекта 20 жемчужин потому что 15 вершин латал это для тех кто любит ходить пешком 20 жемчужин это более отдаленные локации и тут уже ну нужен руль колеса и но но такое же благоразумие потому что все мы знаем да а в последнее время несколько было до случаев когда вытаскивали кучу народа откуда-нибудь сосов которые поехали всей семьей на большом навороченном джипе но он пустой внутри у них там ничего нет да нет ни в голове нет еще и в багажнике да и и другие ребята джиперы им пришлось выходить выезжать этих всех выручать вот поэтому все на самом деле это создана для того чтобы постепенно в походах люди получали какие-то бонусы все мы знаем мы все любим халяву мы все любим какие-то ништяки и на самом деле вот поднимите руки у кого в детстве был журнальчик с наклейками с мультиков да или еще откуда-то ребята это тоже самое только для взрослых вот тоже самое только для взрослых сходил сфоткался получил вставил повесил но плюс еще бонус в результате скидок а поэтому я тех кто еще не знает про проект 15 вершин по моему по мне по мне так таких уже не осталось оказывается есть еще такие ребята и девчата я призываю вас присоединиться к этому проекту и начинать потихонечку грамотно ходить в горы потому что во первых проект уникальный потому что он социальный и ну в мою походную бытность таких таких проектов на самом деле не было когда вас предлагал зазывает грамотно ходить в горы называет грамотно подходить к выбору гидов потому что здесь есть вершины максимального уровня ходить на которые нужно только в сопровождении гидов а и опять же с точки зрения выживаемости и возвращения домой ну гида надо выбирать грамотно да точно так же как и грамотно подходить к тому человеку который готовит вам еду дома правильно да то есть нельзя обижать человека который имеет доступ к вашей пищи то же самое и с гидом вот то есть нельзя выбирать кого попало от которого зависит ваша жизнь вот поэтому замечательный проект имеет три уровня сложности и каждый уровень рассчитан на какую-то определенную вашу физическую подготовку если первый уровень я бы не сказал что это для ребят с дивана вот потому что и там можно попасть неприятности потому что даже даже подходя к вершинам первого уровня нужно уже или пообщаться с кем-то грамотным или почитать в интернетах вот у нас у всех мобильные телефоны в кармане почитать не соцсети не сводку новостей последних и не курс доллара а почитать именно то о том как нужно ходить в горы как нужно туда готовиться хотя бы физически да и и и максимально ну экипироваться не максимально минимально ну хотя бы хотя бы начать с грамотных ботинок да и не идти в сланцах на вот эти вот первые несколько вершин а вот прекрасные вершины пик фурманова пик букреева это то о чем я говорил тор те вершины которые когда-то буквально недавно назывались сопками и потом вдруг стали пиками то есть те вершины в принципе с которых надо начинать вот пик комбель 3200 тоже прекрасная вершина но до которой нужно еще дойти потому что подход немножечко дальний и большой алматинский пик я как начинающий начинал его стандартно как и все доезжая к подножию на машине и потом эти два километра ходил пешком но на самом деле если вы идете баб с проходного до салмара сана то ощущение после восхождение ребята совершенно иные вот особенно после спуска когда вот вы туда сюда пройдете все проходное ущелье поднимитесь через алёшкин мост наверх на же солыки зень потом на пик и потом обратно совершенно иные ощущения и пик чем булочек тоже довольно таки доступная вершина если ходить на нее с алгарского перевала и опять же вложиться в канатную дорогу да а но опять же совершенно другие ощущения если вы от чем булака или от мидео пройдетесь пешком и поднимитесь на чем булочку вы будете больше гордиться собой опять же это точка с точки зрения физической подготовки то есть можно потихонечку ходить пешочком до с медео до чем булака потом ходить чем булака на толгарский перевал а потом в процессе тренировки раз и вы уже на чем булочке все зато вы уже готовы да они стонете там потому что вы с дивана пошли вот и получается стандартный подход в завязке вот этого социального проекта а а где сейчас весь социум у нас находится он естественно находится в соцсетях социум и соцсети они сейчас неразрывны а поэтому идете делайте публикацию отмечаете аудор центр алматы отмечаете 15 вершин и получаете бонус не только в виде значка но и в виде процентов в скидке следующий серебряный уровень у нас 28 гп без гида ходить не советую карлизный без гида ходить естественно не советую пик советов тем более не советую самое до самой доступны 4 тысячник и если вам гид будет говорить мы за один день с вами добежим то не верьте этому гиду а потому что нужно очень жестко вложиться в свою физическую подготовку чтобы на на пик советов забежать за один день то же самое касается туриста и пикатитова это те вершины которые вроде бы выглядят очень простыми но на самом деле в этих скальниках если не знаешь куда шагнуть лево или вправо можно врюхаться в очень серьезные неприятности поэтому уже вот со второго уровня я советую ходить с гидами группой вот а ну на самом деле очень хороший вариант если вы большой алматинский пик и пик турист сходите дуплетом на жасалы кизень заезжаете на два дня там с на одну ночевку до первый день идете баб и второй ночуете там и второй день идете идете турист и все будет прекрасно у вас одна вершина с одного уровня одна вершина с другого уровня и естественно уровень золотой уже уже серьезные вершины особенно пик толгар это очень серьезная вершинах которой надо серьезно подойти с пониманием о новом надо да то есть то о котором я всегда говорю каргалинский и каменский на самом деле закрываются в один поход амангильды это рядом хрещатого рядом с амангильды молодежка если вы пойдете с скумбельсу то это не категорийная вершина одиночка а если вы пойдете с 100 иксу то это уже уже категорийно и конечно желательно с гидом ну и конечно же нур султан или комсомол то есть это уже не походы это уже не туризм это уже восхождение то есть эти вершины требуют серьезной подготовки и естественно они они как раз то есть если вы будете предыдущие два два уровня воспринимать именно как подготовку более серьезным походом да то это будет замечательно и советую при участии в этом походе между вот этими уровнями не лежать на диване и не сидеть пивной а дальше продолжать готовиться потому что ну один день сходил и все потом всю неделю никуда не хочет это уже не серьезно а все ребята знают прошедшие особенно те которые прошли мою школу я всегда говорю ребята ваше решение ходить в горы одно вот в раз в жизни вас посетила я начинаю ходить горы она меняет вашу жизнь в корне и вот этот проект это как раз про это не меняя свою жизнь не меняя ваш подход к жизни не меняя ваш подход к дисциплине к экипировке и еще к чему-то да и бюджет ваш она естественно меняет это решение по-другому никак вот не меняя вот это вот все не получится у вас выжить получается да потому что если вы будете жить по старинке и будете я хочу ходить в горы хочу сходить все эти вершины вас где-нибудь накроет надо менять надо менять самого самого и меня сменять свою жизнь ну и так это к лучшему это изменение к лучшему и как раз вот этот проект он готовит вас меняться к лучшему меняться грамотно меняться ступенчато но при этом вы вы занимаетесь это становится вашим образом жизни но вы не только живете так как вам нравится вы за это получаете еще и ништяки к сожалению да я был давайте сделаем карту давайте сделаем карту в этом экране карта невидима а помимо помимо пика толгар все эти вершины находятся все вершины проекта находятся в непосредственной близости калматы это малого матинское ущелье и большого матинское ущелье но единственного вот а каменский каргалинский это уже между каргали между каргалинским ущельям каргайлы и так вот здесь у нас каргалинское ущелье и проходным то есть вы сюда заходите или через перевал беркутаз или или через каргалинку вот через каргалинку проще через беркутаз тяжелее то есть ночевать надо на на терре вот все остальное в ближайшей доступности с трансфером проблем никаких нет в этой ситуации ну и получается единственное что пик толгар это отдельный гид отдельное разрешение отдельный трансфер ну и это самая сложная вершина поэтому нас она стоит как в конце вот дальше и и бонусы прекрасные значки которые собираются за каждую вершину собирается в такую замечательную панельку вот которая занимает место над вашим рабочим столом да где-то в кабинете почетное место да а сейчас уже не модно вешать портрет президента до себя за спиной на рабочем месте поэтому можете вешать вот такие вот замечательные картиночки все три уровня для каждого уровня своя доска и на самом деле но это есть чем гордиться да это 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 замечательно вот есть что о чем рассказать своим детям и им позволить участвовать в этом проекте вот за все время сколько уже три года до два года до а почти что тысячи шестьсот участников проекта пять тысяч присланных фотографий и пять почти что пять с половиной тысяч выдано значков не успевает их делать аудор центр вот ну закрыть уровень получается не всем потому что ну горочки есть сложные особенно в золотом уровне вот не всегда получается у ребят раскошелиться на гида и не у каждого хватает физподготовки и экипировки чтобы закрыть некоторые вершины потому что я говорю второй и третий уровень не особенно 3 да но во втором уровне не все вершины такие простые как выглядят но опять же это вершины это не просто то что я люблю почему-то это я всегда говорю почему в алмате туризм подразумевает походы вверх а как же походы вдаль но это наверное следующий проект будет мои 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 любимые километры какой-нибудь да то есть прошел прошел там 10 километров в день до поход получаешь что-то там а если 70 километров в день прошел получаешь там бонус сколько километров столько процентов получаешь за один раз вот и так что нам нужно сделать а очень просто выбрал вершину из списка совершил восхождение сделал фотографию лучше всего записать трек конечно сильно пользуемся с вами а трекерами вот мобильных телефонах да вы выложил stories отметил магазиновый door center и чат-бот уже вам дальше скажет что вам делать и когда прийти и получить все ваши бонусы в магазине большое спасибо но это еще не все давайте следующий следующий проект он назревал конечно же потому что те ребята которые не любят ходить пешком они кричали мы тоже хотим журнальчик с наклейками вот потому что у всех в детстве была sailor moon хихи все это дело и они хотят продолжать это дело делать дальше а поэтому для любителей попутешествовать а у нас есть куда путешествовать помимо большого алматинского ущелья и малого алматинского ущелья новый проект 20 жемчужин джитусу 4 водопада 2 каньона 5 озер 5 просто замечательных локаций и 4 памятника культуры исторического наследия водопады это кайракский бурхан булак кайракский водопад это у нас тургей бурхан булак и это у нас джитусу из келатау джунгарске лата водопад текес это у нас конгей латау и бутаковский это собственно заилийского то у нас рядом два каин каньона черенки и тимирлик это илийская долина вот озеро кольца и три кольца я это кунгей тусколь это у нас по-моему тоже кунгей да вот и жаслукёль у нас жаслукёли завались вокруг это тот же жаслукёль который у нас находится в джунгарском алатау вот четыре памятника культуры танбалы тасс это то что бывшие тамгалы с недавнего времени все это дело переименовалось в танбалы тасс чтобы было все как положено да танбалы это те которые в урочище анракай с солнцеголовым человеком аксайский скит и святилище баян журек с петровлифами это тоже джунгарский алатау и естественно куда без у нас без поющего бархана егор актау это у нас алтын-эмель национальный парк обсерватория осы в скором будущем там будет замечательно потому что насколько я знаю в этом сезоне начнется реконструкция дороги с ботана и на осах встанет у нас визит-центр вот перевал кетмей не был к сожалению мишку видел только в этих на фотографиях вот и ясневая роща это тоже там же валтын-эмель ну опять карта не сработала увы здесь вот здесь уже немножко все по-другому здесь уже не 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 картинки на стену а здесь более привычные наклейки причем наклейки не только в журнал а те которые вы можете то есть наклейки в виде тумаров это я прям за это прям замечательно вот хорошая идея приходит в голову не только одному человеку а многим я тоже у нас есть один проект я тоже там предложил делать в виде тумара трекеры да чтобы было видно где турист находится он выходит на тропу ты ему тумара вешаешь на шее и все и можно видеть где он находится на маршруте вот в виде тумара наклейки и причем несколько наклеить их можно будет клеить как в такой журнальчик их можно клеить на термос будет выпущен специальный термос с местами для этих наклеек наклейки не стирающиеся не выцветающие ничего с ними не делается вот можно собирать свою коллекцию альбом бесплатно ну традиционно помните да как а нет тогда альбом продавались да по целом он вот здесь альбом выдается бесплатно собираете наклейки но мне кажется мне кажется альбом же тоже можно будет потом на стенку повесить как-то что-то с ним сделать а не просто чтобы он пылил садет на стенке красиво тем более в альбом наклейки тоже да не выцветающие вот замечательно вот вот такой вот бутылочка термос тоже под наклейки вот и так про наклейки я сказал вот да и естественно скидки 10 локаций собираешь скидка 10 процентов 20 локаций 15 процентов на продукцию аудор центра алматы вот как же стать участником проектов то же самое все очень просто едешь посещаешь локацию делаешь селфи на фоне этой локации загружаешь stories отмечаешь аккаунт аудор центра алматы и дальше чат-бот вам скажет что с этим делать участвуйте в этих двух проектах 15 вершинах алатау в 20 жемчужин джетасу повышайте свою грамотность и на самом деле очень хорошо что в ближайшее время будет по этим двум проектам будут чаты сайты на этих сайтах вы уже будете узнавать друг друга и и встречая друг друга где-то в горах привет я тебя видел привет да и мы создаем дружное сообщество на самом деле социальные проекты для чего нужны не просто так чтобы сидели дома и гордились вот этими вот журнальчиками табличками термосочками чтобы мы знали друг друга чтобы общались друг другу и в каких-то случаях в интернетах друг другу говорили что мы делаем неправильно что мы делаем правильно то есть помогали друг другу ходить в горы грамотно спасибо